О перспективах развития двух предприятий сегодня говорили глава города Владислав Пинаев и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. О каких именно производственных учреждениях шла речь осталась втайне от прессы, но тема касалась технического перевооружения и экологических мероприятий. Есть предприятия, у которых в течение последних 20 лет практически технология не претерпевала изменения, а это влияет напрямую с экологией, в частности с превышением концентрации, так называемого ПДК в воздухе. Поэтому, если все то, что запланировано, получится, в ближайший год будет запроектировано, от одного старого производства мы уйдем и через вновь входящего инвестора заместим уже более современным оборудованием, сохранением рабочих мест, чтобы, по крайней мере, не получилось так, что полностью, как было раньше, закрыли завод и люди не знают, чем мы в этом плане заниматься. Визит министра в Нижний Тагил запланирован в рамках дней министерства. Сергей Пересторонин вместе с сотрудниками городской администрации посетил производственные площадки, которые наиболее связаны с реализацией национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Согласно ЕМОК, к 2024 году необходимо обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Через четыре года прирост производительности труда должен составить более 20%. Эта тема, она напрямую касается повышения качества жизни и, самое главное, безопасности жизни нашего населения, потому что нужно производить качественные товары, желательно российского производства, а не покупать, как это было в предыдущие годы извне. В основном с Китая это неправильно. Поэтому максимально в этой части послушаем извне, что для этого необходимо, и самое главное, как сделать так, чтобы у населения появилось желание заниматься тем, чем всю жизнь мы, по сути, до 90-х годов и занимались. По крайней мере, мы обеспечивали сами себя. Сергей Пересторонин посетил мебельную компанию «Финист», площадки «Уралвагонзавода» и техпром «Авиакосмические системы», а также встретился с президентом торгово-промышленной палаты Борисом Соколовым.